Второй день форума начинается в театре Дунина Марсенкевича. Сперва экскурсия по главному культурному храму города. Гостей знакомят с историей, рассказывают об артистах и наградах. Теперь официальная часть. Участники семинара «Молодежный бренд» предлагают свои идеи. От деревянных ложек ручной работы до туристических проектов. Нам очень важно, чтобы проекты действительно начинали кормить людей, в хорошем плане этого слова, чтобы они видели, что это действительно есть результат. И это развитие обязательно к чему-то приведет, не только к хобби. Поэтому да, если говорить коротко, мы надеемся на то, что будет определенная поддержка и определенное развитие и внедрение, и не только авторства, но и коммерции. Образование – вторая тема дня. Ее обсуждают в самой продвинутой школе города – 34-й. Спикеры – педагоги Белорусской Олимпийской академии. Среди вопросов, как прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни и что нужно, чтобы добиваться результатов в каждой поставленной задаче. Не обходят вниманием и внедрение инноваций в сфере. Наши планы – побывать в каждой школе. Конечно, это сложный проект – пообщаться с каждым педагогом. Но самое главное, что управление образования, отделы образования выстраиваются работу так, для того, чтобы, как на примере школы 34-й, можно было встретиться именно с педагогами большого количества. Локация под номером 3 – Бобруйска-Громаш. Делегаты обсуждают разработку и продвижение региональных брендов. Предприятие – самый подходящий пример. Здесь знают, как зарабатывать и продавать. Благодаря проекту в итоге можно найти какие-то новые контакты, каких-то взаимодействий, чтобы потом продолжать это. Потому что, например, сегодня здесь будут присутствовать люди, которые могут поделиться опытом, рассказать о том, как можно сохранить бренд, как его нужно создать, как его запатентовать, чтобы потом не было каких-то проблем. Тематика очень интересная. Я думаю, мы совместно с… Не только будут присутствовать наши сотрудники, но и сотрудники всех предприятий города Бобруйска. Больше 60 человек. Мы будем с удовольствием слушать наших лекторов. Особый пункт в программе фестиваля – пресс-тур для региональных СМИ, который как раз начинается на Агромаше. Предоставилась уникальная возможность увидеть своими глазами предприятие, флагман нашей республики промышленной. И поскольку я освещаю тему сельского хозяйства, то было очень интересно увидеть новую технику. Также гостей знакомят с перспективами развития и модернизации промгиганта, с технологическими процессами и условиями труда. Заглядывают в каждый цех – от заготовки до сварочно-сборочного. Подобные фестивали – уникальная возможность открыть для себя что-то новое. В Бобруск мы только недавно прибыли и еще немного увидели. Надеюсь, за эти дни мы увидим достаточно много, потому что работая в маленьком районе, конечно, интересно посещать города такого масштаба, интересно знакомиться с культурой и производством других городов. Не обходят участники стороной и выставку «Кола Часу», которая накануне открылась в художественной галереи. Концерт органной музыки – красивое завершение второго дня. А уже завтра пройдет заключительный день форума. Эпицентром фестиваля станет площадка вблизи Бобруйск-арены. По окончанию праздника будут пущены дополнительные автобусы и троллейбусы от остановок «Ледовый дворец» и «Дом связи». Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.